Всем привет, друзья! Я всегда мечтал быть чтецом, но времени никогда не хватает. Но один рассказ я прям настолько хотел зачитать, что я сейчас его зачитаю. Итак, Николай Носов, Мишкина каша. Один раз, когда я жил с мамой на даче, ко мне в гости приехал Мишка. Я так обрадовался, что и сказать нельзя. Я очень по Мишке соскучился. Мама тоже была рада его приезду. И это очень хорошо, что ты приехал, сказала она. Вам вдвоем здесь веселей будет. Мне, кстати, завтра надо в город поехать. Я, может быть, задержусь. Проживете тут без меня два дня? Конечно, проживем, говорю я. Мы не маленькие. Только вам тут придется самим обед готовить. Сумеете? Сумеем, говорит Мишка. Чего там не суметь? Ну, сварите суп и кашу. Кашу ведь просто варить. Сварим и кашу. Чего ее там варить? Говорит Мишка. Я говорю, ты смотри, Мишка, а вдруг не сумею? Ты ведь не варил раньше. Не беспокойся. Я видел, как мама варит. Сыт будешь, не помрешь с голоду. Я такую кашу сварю, что пальцы оближешь. На утро мама оставила нам хлеба на два дня, варенье, чтобы мы чай пили. Показала, где какие продукты лежат. Объяснила, как варить суп и кашу. Сколько крупы положить, сколько чего. Мы все слушали, только я ничего не запомнил. Зачем, думаю, раз Мишка знает. Потом мама уехала. А мы с Мишкой решили пойти на реку рыбу ловить. Наладили удочки, накопали червей. Постой, говорю я. А обед кто будет варить, если мы на реку уйдем? Чего-то варить, говорит Мишка. Одна возня, съедим весь хлеб, а на ужин сварим кашу. Кашу можно и без хлеба есть. Нарезали мы хлеба, намазали его вареньем и пошли на реку. Сначала выкупались, потом разлеглись на песке. Греемся на солнышке и хлеб с вареньем жульем. Потом стали рыбу ловить. Только рыба плохо клевала. Поймали всего с десяток пискариков. Целый день мы на реке проболтались. К вечеру вернулись домой. Голодные! Ну, Мишка, говорю, ты специалист. Что варить будем? Только такое, чтобы побыстрее. Есть очень хочется. Давай кашу, говорит Мишка. Кашу проще всего. Ну что ж, кашу так кашу. Растопили плиту. Мишка насыпал в кастрюлю крупы. Я говорю, сыпь побольше. Есть очень хочется. Он насыпал полную кастрюлю и воды налил доверху. Немного ли воды? Спрашиваю. Размазня получится. Ничего, мама всегда так делает. Ты только за печкой смотри. А я уж сварю, будь спокоен. Ну, я за печкой смотрю, дрова подкладываю, а Мишка кашу варит. То есть не варит, а сидит да на кастрюлю смотрит. Она сама варится. Скоро стемнело. Мы зажгли лампу. Сидим и ждем, когда каша сварится. Вдруг смотрю, крышка на кастрюле поднялась. И из-под нее каша лезет. Мишка, говорю, что это? Почему каша лезет? Куда? Шуту ее знает куда. Из кастрюли лезет. Мишка схватил ложку и стал кашу обратно в кастрюлю впихивать. Мяло ее, мяло. Она будто пухнет в кастрюле. Так и вываривается наружу. Не знаю, говорит Мишка. С чего это она вылезать вздумала? Может быть готова уже? Я взял ложку. Попробовал. Крупа совсем твердая. Мишка, говорю, куда же вода девалась? Совсем сухая крупа. Не знаю, говорит. Я много воды налил. Может быть дырка в кастрюле? Стали мы кастрюлю осматривать. Никакой дырки нет. Наверное испарилась, говорит Мишка. Надо еще подлить. Он переложил лишнюю крупу из кастрюли в тарелку и подлил в кастрюлю воды. Стали варить дальше. Варили, варили. Смотрим опять, каша наружу лезет. А чтоб тебя, говорит Мишка. Куда же ты лезешь? Схватил ложку, опять стал лишнюю крупу откладывать. Отложил и снова бух туда кружку воды. Вот видишь, говорит, ты думал, что воды много, а ее еще подливать приходится. Варим дальше. Что за комедия? Опять вырезает каша. Я говорю, ты, наверное, много крупы положил. Она разбухает и ей тесто в кастрюле становится. Да, говорит Мишка, кажется, я немного крупы переложил. Это все ты виноват. Клади, говорит, побольше. Есть хочется. Да, говорит Мишка, кажется, я немного крупы переложил. Это все ты виноват. А что ты думаешь? В хорошем ресторане всегда обед с вечера варят, чтобы наутро поспел. Так кто, говорю, в ресторане, им спешить некогда, у них еды много всякой. А нам-то куда спешить? Нам надо поесть да спать ложиться. Смотри, скоро 12 часов. Успеешь, говорит, выспаться. И снова бух в кастрюле кружка воды. Тут я понял, в чем дело. Ты, говорю, все время холодную воду льешь. Как же она может свариться? А как, по-твоему, без воды что ли варить? Выложить, говорю, половину крупы и налить воды сразу побольше. И пусть себе варится. Взял я у него кастрюлю, вытряхнул из нее половину крупы. Наливай, говорю, теперь воды доверху. Мишка взял кружку, полез в ведро. Нету, говорит, воды. Вся вышла. Что же мы делать будем? Как за водой идти? Темнота какая, говорю, и колодца не увидишь. Чепуха! Сейчас принесу. Он взял спички, привязал к ведру веревку и пошел к колодцу. Через минуту возвращается. А вода где, спрошу? Вода там, в колодце. Сам знаю, что в колодце. Где ведро с водой? И ведро, говорит, в колодце. Как в колодце? Так, в колодце. Упустил. Упустил. Ах ты, говорю, размазня! Ты что ж нас уварить голодом хочешь? Чем теперь воды достать? Чарником можно. Я взял чайник и говорю, давай веревку. А ее нет веревки. Где же она? Там. Где там? Ну, в колодце. Так ты, значит, с веревкой ведро упустил? Ну да. Станем и другую веревку искать. Нет нигде. Ничего, говорит Мишка. Сейчас пойду попрошу у соседей. С ума, говорю, сошел. Ты посмотри на часы. Соседи спят давно. Тут как нарочно обоим нам пить захотелось. Кажется, сто рублей за кружку воды отдал бы. Мишка говорит, это всегда так бывает. Когда нет воды, так еще больше пить хочется. Поэтому в пустыне всегда пить хочется. Потому что там нет воды. Я говорю, ты не рассуждая, ищи веревку. Где же ее искать? Я везде смотрел. Давай леску от удочки привяжем к чайнику. А леска выдержит? Может быть, выдержит. А если не выдержит? Ну, если не выдержит, то оборвется. Это и без тебя известно. Размотали мы удочку, привязали к чайнику леску и пошли к колодцам. Я опустил чайник в колодец и набрал воды. Леска натянулась, как струна. Вот-вот лопнет. Не выдержит, говорю. Я чувствую. Может быть, если поднимать осторожно, то выдержит, говорит Мишка. Стал я поднимать потихоньку. Только приподнял над водой. Плюха, нет чайников. Не выдержала, спрашивает Мишка. Конечно, не выдержала. Чем теперь доставать воду? Самоваром, говорит Мишка. Нет, уж лучше самовар просто бросить в колодец. По крайней мере, возиться не надо. Веревки-то нет. Ну, кастрюли. Что у нас, говорю. По-твоему, кастрюльный магазин? Тогда стаканом. Это сколько стаканом придется возиться, пока стаканом воды наносишь? Что ж делать? Надо ведь кашу доваривать. И пить до зарезу хочется. Давай, говорю, кружкой. Кружка все-таки больше стакана. Пришли домой, привязали леску кружки так, чтобы не переворачивалась. Вернулись в колодцу, вытащили по кружке воды, напились. Мишка говорит, это всегда так бывает. Как пить хочется, так кажется, что целое море выпьешь. А как станешь пить, так одну кружку выпьешь и больше уже не хочется. Потому что люди от природы жадные. Я говорю, нечего тут на людей наговаривать. Тащи лучше кастрюлю с кашей сюда. Мы прямо в нее воды натаскаем, чтобы не бегать 20 раз с кружкой. Мишка принес кастрюлю и поставил на край колодца. Я ее не заметил. Зацепил локтем и чуть не столкнул в колодец. Ах ты, растяпа, говорю. Зачем мне кастрюли под локоть сунул? Возьми ее в руки и держи крепче. И отойди от колодца подальше. А не то и каша понетит колодец. Мишка взял кастрюлю и отошел от колодца. Я натаскал воды. Пришли мы домой. Каша у нас остыла. Печь погасла. Растопили мы снова печь. И опять принялись кашу варить. Наконец она у нас закипела. Сделалась густая и стала пыхтеть. Пых, пых. О, говорит Мишка, хорошая каша получилась. Знатная. Я взял ложку, попробовал. Фух, что еще за каша? Горькая, несоленая и воняет горю. Мишка тоже хотел попробовать. Но тут же выплюнул. Нет, говорит, умирать буду. А такую кашу не стану есть. Такой кашей наешься и умереть можно, говорю я. Что же делать? Не знаю. Чудаки, говорит Мишка, у нас же пескари есть. Я говорю, некогда теперь уже с пескарями возиться. Скоро светать начнет. Только мы их варить не будем. Мы зажарим. Это ведь быстро. Раз. И готово. Ну давай, говорю, если быстро. А если будет как каша, то лучше не надо. В один момент вот увидишь. Мишка почистил пескарей и положил на сковородку. Сковородка нагрелась пескарей и привитли к ней. Мишка стал отдирать пескарей от сковородки ножом. Все бока ободраны. Умник, говорю, тоже рыбу без масла жарит. Мишка взял бутылку с подсолнечным маслом. Налил масло на сковородку и сунул в печь прямо на горячий уголь. Чтобы поскорее зажарились. Масло зашипело, затрещало и вдруг вспыхнуло на сковородке пламенем. Мишка вытащил сковородку из печки. Масло на ней пылает. Я хотел водой залить, а воды у нас во всем доме ни капли нет. Так оно и горело, пока все масло не выгорело. В комнате дым и смрад, а от пескарей одни угольки остались. Ну, говорит Мишка, что ж теперь жарить будем? Нет, говорю я, больше я тебе ничего жарить не дам. Мало того, что ты продукты испортишь, так ты еще пожар устроишь. Из-за тебя весь дом сгорит. Довольно. Что ж делать-то? Есть-то ведь хочется. Попробовали мы сырую крупу жевать. Противно. Попробовали сырой лук. Горько. Масло попробовали без хлеба есть. Тошно. Нашли банку из-под варенья. Ну, мы ее вылезли и или спать. Уж совсем поздно было. Наутро проснулись голодные. Мишка сразу полез за крупой, чтобы варить кашу. Я как увидел, так меня даже в дрожь бросило. Не с ней, говорю. Сейчас я пойду к хозяйке, тете Наташи. Попрошу, чтобы она нам кашу сварила. Мы пошли к тете Наташе. Рассказали ей все. Обещали, что мы с Мишкой все сорняки у нее на огороде выпали. Только пусть она поможет нам кашу сварить. Тетя Наташа сжалилась над нами. Напоила нас молоком. Дала пирогов с капустой. А потом усадила завтракать. Мы все ели и ели. Так что тетя Наташа и Вовка на нас удивлялся, какие мы голодные были. Наконец мы наелись, попросили у тети Наташи веревку и пошли доставать из колодца ведро и чайник. Много мы провозились. И если бы Мишка не придумал подкову к веревке привязать, так бы ничего и не достали. А подковой как крючком подцепили и ведро, и чайник. Ничего не пропало, все вытащили. А потом мы с Мишкой и Вовкой сорняки на огороде повали. Мишка говорит, сорняки это чепуха. Совсем нетрудное дело. Гораздо легче, чем кашу варить. Отлично.